я как будто выдохнула потому что я поняла что моя жизнь все вот та которая была она кончилась у меня нету честно моральных сил с людьми спорить о чем-то у меня сейчас какой-то внутренний фокус на ментальном здоровье на своей семье на какой-то своей жизни реклама она есть то есть у нас график как бы забит на там несколько месяцев вперед меня нет такого что у меня там есть пока не на что я говорю у меня горизонт планирования два-три месяца не больше я жалею о своих резких высказываниях ну короче меня опять закон с ли я не люблю чужих детей скажу честно этот вопрос ну вот пока на уровне там заморозки яйцеклета полную сумму я не могу согласно контракта разглашает ну нормально так но у меня никогда не было уж типа я звезда ну только в шутку я могу там что-нибудь сказануть честно говоря я себя чувствую сейчас как будто у меня появилось время пожить если бы создавал бренд и хотела бы создавать что такое что будет продаваться магазинах уровня сифоры по всему миру тем более мне не хотелось бы начинать его сейчас потому что мне не нравится рынок без конкурентов такое ощущение как будто тебя посадили в банку в пыльную с пауками и закрыли всем привет это мадонна у меня сегодня новый выпуск и пока вы не приступили к просмотру пожалуйста подписывайтесь а сегодня у меня в гостях наверное один из самых популярных бьюти блогеров наталина ума и наконец она к нам доехала наталина привет привет очень рада быть здесь спасибо за приглашение скажи пожалуйста как твое настроение потому что я смотрю по твоим соцсетям ты то в турции то по-моему где-то в болгарии то в россии где-то обитаю чем ты занимаешься целом я люблю путешествовать но сейчас я живу в турции уже год мы живем в турции но на самом деле у меня нет ощущения что я прям вот уехала на долго потому что я приезжаю в среднем раз в 35 недель москву постоянно поэтому в целом я везде но постоянно в турции доживем сейчас с чем было такое решение обоснованно переехать из россии на самом деле очень много факторов конечно это повлияло мы вообще давно хотели с мужем жить по полгода зимой на море но после событий 24 февраля для нас это был знак что пора куда-то поехать попробовать где-то еще пожить и мы уехали в мае прошлого года то есть скоро вот уже год будет как мы уехали целом то недавних событий конечно последний год вообще всех нас изменил и конечно жизнь поменялась и сложно оценивать что было то что после вот если мы все-таки гипотетически предположим то да ты была просто но объективной звездой номер один в сфере бьюти потому что у тебя была мак помада мак у тебя была тушь ламель ну она очень редко делать или коллаборации особенно с блогерами ты была везде самый наверное но желанным бьюти блогером сейчас как-то мне кажется ты пропал с инфополя или мне так кажется с чем это связано да я думала вообще что 2022 год будет просто вот моим годом номер один но конечно до этого был карантин то есть было вот это вот все состояние непонимания мне казалось что в двадцать втором году все люди вообще проснулись такие все наконец-то этом карантин все это закончилось у меня должны были быть в 2022 году различные коллаборации тоже с международными брендами но как раз вот в ма как раз феврале по моему начала выходить рекламная компания мак где я была лицом мак то есть была огромная рекламная компания по всей россии но это все начало сворачиваться в связи с началом известных событий и конечно сейчас безусловно те кто уехал те кто высказал позицию которая не совпадает с официальным курсом их конечно с осторожностью уже куда-то зовут ну и в целом для меня на самом деле отъезд он обладал каким-то терапевтическим эффектом потому что честно сказать мы уехали в мае и я просто месяца три я просто отдыхала потому что там прекрасный климат и я вообще ушла в какие-то домашние дела я начала я даже начала снимать влоги чего я до этого не делала с меня были beauty видео beauty видео я как будто выдохнула потому что я поняла что моя жизнь все вот та которая была она кончилась и мне но как-то надо просто себя эмоционально перезапустить это был первый год моей жизни кетка стратегии 22 года такая расписала у меня вордовский документ там к съемке курсов какие-то кампейны и какие-то контракты какое-то что-то ну и как бы мы предполагаем а располагает видимо что-то другое и поэтому для меня это очень новый опыт жизни когда вот как-то все перевернулось и я теперь ну не всегда с не всеми брендами желанный гость потому что ну как бы я несу с собой другую немножечко повестку опять же отличающуюся от того что сейчас принято больше чтобы брать интервью на интересные темы конечно нужно питаться и пищи духовной от прочтения классической литературы до прослушивания подкастов моих коллег и делаю я это в строках мне как супер ленивому человеку пользоваться приложением очень удобно ну во первых там все разложено по полочкам как в обычной библиотеке только онлайн поэтому точно не потеряйтесь во вторых в строках много эксклюзива это книги которые цифровом или в аудио формате можно найти только в это приложение а еще у них есть раздел originals это книги и подкасты которые выпускают сами строки из самых горячих новинок точно могу посоветовать роман до самого рая хань инги хары эта книга которая признана мировым бестселлером по версии нью-йорк-таймс автора мировых бестселлеров маленькая жизнь а также люди среди деревьев книга рассказывает историю трех героев никак не связанных между собой и проживающих разное время первый герой версии америки 1983 года который соглашается на брак по расчету для того чтобы не решиться наследство богатого дедушки второй герой гаваяц из 1993 года который стоит в очень сложных отношениях с умирающим отцом и всю историю решает как быть и ехать ли к отцу на прощание и третья героиня наверное сам актуальна данный момент это девушка проживающие в эпоху пандемии 2093 году и пытающиеся эвакуироваться из нью-йорка вместе с мужем этот роман уже признаны бестселлером можно прочитать только в строках а прямо сейчас я дочитываю книгу эльчины сафарали тут мой дом довольно милая история о любви родном края рассказанная устами ребенка вообще с произведениями эльчины сафарли довольно сложно остаться сторонним наблюдателем как бы погружаешься выдуманную историю такое вот интересное чтиво для того чтобы отвлечься от суеты а если решить оформить подписку чтобы быть в курсе всех литературных новинок да и классики в целом то в строках очень гибкая система подписок подойдет и для тех кто читает каждый день и тем кто открывает книгу раз в месяц а по промокоду строки 23 вы получаете 30 бесплатных дней по подписке много скачивайте приложение ссылку оставляю в описании ты довольно последовательно своей точки зрения то есть ты там критиковал условно говоря действующую власть и чудовь дом заработать и 24 февраля потом случилось и своего ты высказала свое отношение совпадающие с официальным курсом и ты говорила своим подписчикам я помню эту фразу что если вы не согласны со мной вы можете от меня отписываться даже я не хочу подписчиков которые она считает что что происходит это хорошо просто девушки молодые люди которые подписываются на красивые мэйки твои как-то там красишься они вообще должны разделять с тобой еще что-то более глобальное спасибо за вопрос потому что его часто поднимают на самом деле мой канал он никогда не был чисто про мэйк то есть где зрители которые смотрят мой канал я наверное была тоже одним такие из таких первых бьюти-блогеров я постоянно вела какие-то эфиры постоянно показывала свою жизнь у меня наверное тоже было много видео целый цикл типа собирайся со мной где я самого начала канала поднимала какие-то вопросы ну различные там взгляды на жизнь что то есть мне было тоже интересно строить вот это комьюнити единомышленников и по поводу фразы типа его мне нравится отписывайтесь то есть я своих подписчиков воспринимаю как моих близких людей потому что я постоянно я отвечаю на комментарии могу иногда очень плохо отвечать на комментарии я как бы этого не отрицаю но для меня как бы мои подписчики это также как мой личное окружение у меня нету честно моральных сил с людьми спорить о чем-то в чем-то их перебеждать правда то есть у меня сейчас какой-то внутренний фокус на ментальном здоровье на своей семье на какой-то своей жизни и просто найти споры я не хочу тратить на них не ничью энергию я устал паска есть мои люди всегда со мной как говорила ну да да то есть для меня важен контакт с аудиторией поэтому для меня важно чтобы люди которые и меня смотрят они же и со мной коммуницируют и я с ними чтобы у нас совпадали взгляды я и в личной жизни не буду общаться с людьми с кем у меня совершенно разные взгляды на жизнь вот и для меня это тоже самое много отписалась после того как ты сказал можете отписываться если вы со мной не согласны ну примерно тысяч 15 человек 2 процента получается аудитории на тот момент а сетюба да и из запрещенной социальной сети так сказать не помню честно говоря я не считала но вообще конечно это все происходило когда была максимальная острота событий и я тогда уехала в туристическую поездку в мексику то есть у меня был предоплачены туры это было очень странно потому что я была психически вообще не понимала что происходит потому что но я радовалась потому что там совершенно другой часовой пояс я когда просыпалась и там ездила по экскурсиям а все спали в россии и я такая ну не в россии я имею ввиду там москве я понимаю что мой отъезд он ни на что нигде там не повлиял что я это сделал не так что типа я уехала там все бегите за мной а я такая вся волосы назад это просто работа с внутренним состоянием с внутренним комфортом и конечно то как на меня климат повлиял то есть я стала сейчас такой более домашним человеком и я наслаждаюсь тоже для меня это очень новый опыт в моей жизни абсолютно релакс немножечко да да то есть я прям готовить начала там прям что-то домом заниматься то есть у меня прям вот другая энергия во мне потекла но безусловно я обожаю youtube и пытаюсь просто мне хочется что-то новое найти потому что обзоры снимать но уже немножко честно говоря скучновато хочется что-нибудь новое там кит короткие видео тик токи там всякое такое не знаю посмотрим что из этого получится в общем у меня уникальный сейчас период жизни я такого не переживала еще когда вот все такое вот что я себе на придумывала все куда-то делать вот и уехала как бы высказав достаточно публично свое несогласие с политикой но я так понимаю что при этом делаешь свои продукты это курсы по мейкапу а ты продолжаешь быть налоговым резидентом россии да но я работаю у меня же курсы они продаются на русскоязычной аудитории даже не только россия то есть у нас большой процент учеников там казахстан белоруси огромное количество ну и сейчас платежи тоже продолжаем принимать из всех стран покупка квартиры в москве это очень серьезный шаг и конечно нужно изучить все предложения на рынке мы свои покупали не так давно поэтому я довольно неплохо ориентируюсь а не знаю как для вас для меня крайне важно комфорт и эстетика в первую очередь это презентабельные входные группы люблю когда в подъезде красиво как хороших отелях с лобби и зона ожидания для моих гостей когда приятные соседи по дому желающие доброе утро и завязывающие смолтоки в лифте когда высокие потолки и сразу воздуха больше а если еще есть зеленая придомовая территория так это вообще мечта раньше такие дома мы видели только в западных сериалах но сейчас и у нас это реальность например у level group лидера по строительству в сегменте комфорт и бизнес-класса удивительно всего семь лет с момента основания компании они уже вошли в топ-3 ведущих девелоперов москвы несмотря на довольно молодой возраст застройщика level group ни разу не остановил стройку и все объекты сдавались и продолжают сдаваться срок поэтому здесь ужастиков про недостроение будет а будет самая приятная новость компания дает 25 процентов скидки на квартиру в апреле но есть еще приятные новости это ипотека под 0 процентов на три года и до 30 миллионов рублей распространяется на level селигерская level нагатинская level южнопортовая level причальный и level мичуринский сейчас мы родителям рассматриваем квартиру в двух домах это level стрешнего и level нагатинская оба проекта зеленых и сейчас расскажу вам поподробнее в проекте level стрешнего уникальное расположение на стрелке двух рек поэтому сто процентов апартаментов с видами на воду проекте кстати сдана первая очередь и вы получите ключи в день сделки а вторая очередь с приятными скидками на корпус восток в level нагатинская тоже первая береговая линия и шикарные панорамные виды проект находится всего в 15 минутах от метро нагатинская в районе с развитой инфраструктурой вдали от шумной магистрали а ключ от квартиры можно будет получить уже через год посмотреть и забронировать апартаменты и квартиры level group со скидкой 25 процентов можно по ссылке в описании выпуска расскажи как ты перестроила работу после того как вот это случилось ушли коллабы ушли большие бренды ушли большие бренды ты есть и мы была твоя работа не просто ушли но часть блогеров которые все-таки лояльных ситуация они все еще продолжают получать рекламу таких айти гигантов российских больших брендов если тебе какие-то такие предложения ли ты сосредоточился исключительно своих продуктах но реклама она есть безусловно конечно ушла монетизация от ютюба ну то есть она уменьшилась примерно на сегодняшний момент наверное раза в четыре то есть у нас график как бы забит на там несколько месяцев вперед в целом все нормально то есть какие-то сети реклама она продолжается но безусловно я больше занимаюсь и своими продуктами это курсы но где я эксперт потому что я не продаю там что туда это курсы по макияжу для себя или для профессионалов курс бровиза сейчас на курс по укладкам прическам снимаем и на самом деле я это очень люблю потому что мы первый раз большой такой курс сняли когда год наверное назад или полтора и меня прям я очень люблю съемки вот эта вся съемочная история я сейчас прилетела собственно на 17 дней мы вот снимаем с 10 до 10 я кайфую то есть мне это очень прям нравится ну и youtube я но я просто люблю вот все что связано со съемками то есть у меня нет такого что у меня там есть пока не на что может похудел если есть кубнику что но по пока нет пока держимся просто многие бренды или сети например сифора да я знаю что их многие ждали потому что изначально начинала снимать там про американскую косметику которой у нас не было и все эти бренды мне так было приятно что они видят в россии рынок что они приходят такие до продаются у них здесь есть спрос а потом просто за там пару недель ну как бы все поэтому я в этом видела развитие но в целом а по поводу рекламы государственные заказы мне никогда по моему не поступали ну или не знаю ли мой менеджер может быть мне не говорит об этом но площадки такие как там рутюб контакте у них они выделяют специальные бюджеты на то чтобы переводить блогеров к себе но как бы я об этом тоже говорила что у меня публичная позиция что принципиально не иду на эти площадки ну то есть контакте я просто как человек зарегистрирована но деятельность там не веду почему не перевести туда часть команды для того чтобы снимать там вот например как катя конусова так понимаю что она перевезла и семью и команду они там все снимаются работают если у тебя в основном онлайн продукты почему не организовать рядом с местное проживание и работу ну потому что это не так часто чтобы обеспечить людям постоянную занятость у нас все-таки это достаточно так редко потому что курс ты отснял ты его там продавать можешь полтора года или больше поэтому но вот менеджер мой он жил какое-то время в турции тоже но сейчас вернулся в россию поэтому в целом так то я снимаю youtube у меня полностью это стационарно и на самом деле мне не нужно где-то нахать то есть мне без разницы находиться лишь были там камеры света это моя косметика как бы ты описала свой один день в турции чем ты занимаешься ты просыпаешься не знаю ты живешь в каком-нибудь прибережном городе да мы живем в городе каш это такой курортный очень город там в основном туристы живут очень много русскоговорящих сейчас и британцев много ну и местного населения я встаю иду готовлю завтра гуляю с собаками потом занимаюсь или там йогой или английским а потом вот где-то часа в два дня я там соберусь сажусь снимать или монтировать потом готовлю обед но то есть у меня такой достаточно расслабленный сейчас режим то есть раньше я могла прям там пять видео за день снять сейчас такого нет сейчас у меня видео наверное две штучки в неделю выходит для меня это мало ну то есть вот мне очень нравится заниматься собой семьей с собачками там на озеро на кое-нибудь поехать там посидеть на море посмотреть а ты предполагаешь возможность что когда возможно дай бог это закончится что ты вернешься обратно сюда на постоянное проживание я вообще не мыслю последний год дольше чем на два месяца вперед потому что абсолютно ничего не понятно возможно все возможно но конечно мне очень понравилось проводить холодные месяцы в россии проводите где-то где не так холодно поэтому конечно есть такая вероятность и мы не думаю ну то есть у меня нет такого что все мы переехали в турцию типа живем но у нас всех пока так дальше просто ну то есть я вот говорю у меня горизонт планирования два-три месяца не больше как у всех нас у меня еще меньше ты говорил по поводу того что можешь очень резко отвечать на комментарии я я не знаю понравится этот вопрос или нет не могу его не задать был последний раз скандал с тем что не очень жестко ответила по поводу детей на в комментариях кто-то высказался по поводу своего и ты в ответ упомянула детей жестко и естественно получила хейт с разных сторон то и вообще жалеешь об этом что написала так и вообще о том я и писала пост потом какое-то время спустя я первых извинилась перед человеком лично потом в директе и конечно я жалею о своих резких высказываний к сожалению у меня фильтра ни на какие темы никогда не было в соцсетях то есть я сначала могу сказать а потом подумать и я писала по с извинениями что я естественно никому не хотела желать смерти там и так далее ну нет хотя есть парочка человек в моем черном списке вот что я просто говорила о моем неприятии скажем так ситуации из четырнадцатого года то есть можно аж мою ленту там в контакте отлистать и там есть посты потому что я тогда уже занималась бизнесом и мне не нравилась тенденция то что происходит поэтому тут конечно я очень жестко написал человек но я просто очень не люблю когда какие-то свои жизненные решения люди прикрывают детьми или какими-то обстоятельствами что вот у меня дети ну как бы я человеку сказала что имея ввиду что пока твой ребенок вырастет все будет очень плохо вокруг но как бы вылилось этого что-то другое когда я ответил там вообще был какой-то ужасный пост и там ужасные комментарии и я вообще не горжусь этим поведением и повторюсь если я кого-то этим обидела я искренне сожалею но к сожалению я не могу ничего сделать то есть отмотать время назад чтобы не было этой ситуации могу только извиниться как лично так и публично ну и как бы на этом все тематика не трогать детей это красная линия за которую не нужно переходить и насколько это тебя вообще триггерит что никто не должен трогать детей просто иногда кажется как бы так корректно ну короче меня опять закон след ну ладно что некоторые люди они себя реализовали исключительно через потомство к сожалению и поэтому для них это смысл жизни и когда кто-то что-то где-то говорит каким-то образом для них это выглядит как покушение на смысл жизни и мне кажется что все таки мы должны сами нести ответственность за себя да и не перекладывать вот такие смыслы жизни на даже пусть своих детей но мне не очень понятна позиция когда например кто-то высказывает поддержку там лгбт-сообщества например это у тебя детей нету был бы у тебя сын ты бы понимала чтобы я понимала что хочу чтобы человек счастливым был или ну вот какие-то такие моменты ты не понимаешь я не могу протестовать у меня ребенок но как бы уже не обязательно протестовать бросаясь там на кого-то зубами вгрызаясь можно же ну то есть у нас же вроде можно еще пока выражать свое мнение публично без оскорблений и без нарушений закона то есть я говорю об этом но это сейчас спустя там год я спокойно могу об этом говорить мне выражение просто своей позиции стоило очень много и естественно я в этом ну как бы тоже рефлексирую да и проецирую свои какие-то эмоции что я осознанно иду на эти шаги что я понимаю что повлечет ну большинстве своем случае что за этим пойдет да я прекрасно понимала что и там бренды будут отказываться и так далее но я пошла на это и конечно возможно это неправильно требовать от других людей того же но как бы я вот такой человек и то есть я общаюсь с подписчиками не как там как эксперт или как блогер то есть мне важно чтобы у меня был контакт с этими людьми я и в директе просто с девчонками ребятам кто мне пишет просто так переписывать не знаю вообще там кто это но я не сдержана своих выражениях ну за это на самом деле тебя любит твоя аудитория потому что я смотрела твои ютубы и это могла очень и резко сказать и резко ответить тому же сумму тем же брендом и это все воспринималось исключительно как искренно сейчас на твоя по отношению к аудитории иногда я слишком грубо отвечаю человеку который написал какой-нибудь непрошенный совет или критику но просто я понимаю что супер грубым ответом я этого человека убираю от себя навсегда то есть он после него не вернется ко мне а мне хочется чтобы меня окружали люди которые плюс-минус там со мной каких-то одних взглядов может быть залезу слишком на личное так сказать территорию мне просто интересно сама не child free ну то есть нет я не child free ну что-то какие-то мысли пока появляются конечно да я понимаю что мне 36 лет но как бы хочется если приносить сюда новую жизнь в этот мир хочется дать все самое лучшее все самое качественное и живя в такой неопределенности как мы живем последние три года ну то есть для меня пока этот вопрос ну вот пока на уровне там заморозки яйцеклеток и вот такого плана вот но я не люблю чужих детей скажу честно для меня это не мило когда ребенок там плачет в самолете там или там пинает мое сиденье потом на самом деле я родила довольно тоже как бы по понятиям нынешнего общества поздно в 34 и могу сказать что но правда в определенный момент ребенок становится смыслом жизни поэтому вот если до 34 мне раздражало что постоянно везде приоритет там семьям с детьми условно говоря должна впахивать платить налоги при этом не из этого ничего нет но все для детей но после того как рождается ребенок это правда превращается в определенный смысл жизни это воспринимать совершенно по-другому то есть год назад я примерно может быть говорила бы как ну да сейчас ты немножко по-другому поэтому не было интересно твоя позиция я я знаю так многие говорят но опять же это пока не проживешь но это знаешь также как что вот давайте там спасем всех больных людей людей ой детей людей детей детей а взрослых то спасать будет ну то есть вот как-то у меня тоже немного это приоритизация вообще любой категории граждан там и женщины или там пожилых людей как-то что-то не отзывается у меня это в душу может быть потому что я пока не пожилая вот но уже женщина я так понимаю что переехала в турцию с мужем и с ним довольно давно ты завела блог уже будучи замужение да еще на и до этого у тебя был бренд и на вайлбери за кстати до сих пор нет бренд я закрыла в двадцатом году наверное да но мы с партнером у нас был бренд этот он же был успешный бренд почему закрыли потому что я долго могу об этом рассказывать потому что продуктовый бизнес делать в россии то есть когда у тебя очень высокая себестоимость это достаточно сложно потому что после 14 года выросла все в цене в два раза все оборудование все ткани ну и последние года два я почти не занималась брендом то есть я была как соучредитель там потому что я уже начала блогом заниматься какое место можно сказать в том бизнесе имеет муж он с тобой работает в ней нет нет расскажи как вы познакомились чем он занимается просто везде сказано что как бы замужем не понимает кто это чем он занимается я замужем уже почти 10 лет вот в июле у нас будет 10 лет он занимается совершенно другим он работает в гемдев это разработка игр познакомились мы на сайте по интересам drive 2.ru по машинам да что там искала я увлекалась гонками тогда стритрейсингом тюнингом машину это было давно то есть это было даже не 10 лет этому женаты 10 лет а это было лет сколько в тысячи девятом наверное восьмом году познакомились то есть ты увлеклась гонками и занималась стритрейсингом тюнингом но какая была твоя первая машина на который ты как бы этим всем проворачивала но первая была сама mazda 3 но потом у меня была mazda 3 мпс и такая на механике машина для совсем интеллектуалов гоните 60 лошадиных сил и все такое и как бы вот я на ней такая вся расскажи пожалуйста про свое детство в нескольких словах какой район чем-то занималась какие-то родители в детстве я много играла в дракончиков я родилась и прожила на рд 27 лет на таганской квартире мама у меня переводчик немецкого языка папа был инженером потом стал заниматься бизнесом 90 когда все наверно стали заниматься бизнесом вот ну то есть на тот момент мы но семья была не там олигархическая какая-то но средний наверное класс да ну и мама работала переводчик она работала преподавателем еще во времена там советского союза что я родилась восемь шестом году еще до до распада другой стране родилась фактически в другом веке стандартная достаточно как бы наверное выше средней ну средний наверное по москве класс чем-то увлекалась и потом помню ты поступил на несколько факультетов там я увлекалась вообще всем но я училась начальной школе с углубленным изучением немецкого языка и я люблю иностранные языки ну и я всегда любила все но не долго занималась там год на танцы вот там еще куда-то но мне нравилось всегда очень все связанное с бьюти с модой с какие-то макияжи стрижки там все куклы обстриженные какие-то гуашью покрашенные были первом и высшее образование мгу ломоносова иньяс факультет а потом я уже поступила на 2 выше в мгу дт но сейчас то мгу имени косыгина на дизайн костюма вот и уже но я потому что работа начала первая работа была это переводчик но потому что в мгу там иногда приходят и дешевую рабочую силу в качестве переводчиков ищут среди студентов и там я уже познакомилась на выставках именно с производителями обуви одежды и уже пошла работать по этой теме чему я очень рада собственно то есть я работал бренд-менеджером менеджером по продажам менеджером по закупкам руководителем отдела закупок потом ты создала свой бренд путь да да это поняла что два высших образование оба ты закончила да аж три еще третий есть менеджмент организации боже мой зачем тебе столько высших сейчас просто такое время когда все хотят сейчас да сейчас конечно если бы я обучалась наверное это не обязательно на тот момент я просто чувствовал что вот первое выше это было получить иностранные языки получить такое образование базовое со всех сторон дальше я обучилась на именно дизайн костюма но во мне все равно такая более коммерческая что лежилка и мне хотелось понять именно как строить компанию как рассчитывать прибыли не прибыли вот это вот все и на это тоже в мгу теперь косыгина было то есть я обучалась на дневном фактически на дизайн костюма вечером то есть они кого плюс-минус параллельно шли ну два года по каждой из них заняло почему не было желание продолжить в этой сфере и дальше там чтобы заниматься дизайном одежды брендами так я же занималась их я работала же параллельно создала ты была бренд менеджером а потом создала еще бренд бренд я создала уже позже в каком там в одиннадцатом по моему году то есть я когда обучалась это где-то седьмой там год я работала все это время я работала с итальянскими производителями обуви в качестве типа менеджера по продажам и переводы делала для них ну то есть везде а потом уже я работал и в российских компаниях там в обуви например паула конта такая была очень популярна который косили под итальянцы да 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 кстати обожаю паула конта огромная сеть и работала в крупной компании купи вип но сейчас они уже закрылись не они работают оказывается я у них недавно брала сертификат может рекламу продолжают продавать у нас было наверное год назад была типа встреча конец купи випа туда пригласили всех сотрудников кто когда-либо работал и это было так прикольно как сбор не знаю встречи выпускников да да то есть я проработала там определенное время менеджером по закупкам потом была руководителем отдела закупок женской одежды и собственно уже ну как бы получила всю информацию и попробовали сделать свой бренд откладывая на него с коллегой год мы откладывали с коллегой создали какой был первый бюджет на создание бренда мы копили год и накопили 300 тысяч рублей на тот момент на двоих да на тот момент это было где-то 10 тысяч долларов потому что давно было на эти деньги сжимая их в потной ладошки практически мы поехали в китай в гуанчжоу имеет только информацию о том что где-то там есть фабрики все на этом информация заканчивалась это сейчас можно там найти каких-то байеров там таубау там еще что ну то есть можно выйти на эти фабрики мы просто тупо приехали посмотрели в интернете таки так где тут район с фабриками и вот нашли первую фабрику скоро мы долго кстати работали и мы начали их возить придумывать дизайн и у нас были какие-то вообще супер отвязные дизайны то есть там с какими-то вырезами на попе там еще где-то то есть мы потрясли немножко российских модниц у нас очень хорошие продажи прям с первого раза пошли поэтому ну и потом уже мы через если не соврать бы наверное года через два мы уже открыли свой цех полностью в москве мы начали там с трех швей класс вот и начали уже из китая возить ткани бренд тут а бенда мы тоже косили под итальянцев на самом пике какой был оборот у вас большой ну годовой оборот у нас более миллиона долларов на тот момент был это оборот прибыли из этого как бы ну я сейчас не скажу сколько но в одежде просто очень долгий цикл то есть в этот момент как ты заказала ткани и заплатила за них деньги ты деньги за изделия пошиты из этой ткани получишь через среднем 12-14 месяцев ты когда зарегистрировалась ютюбе тебе было 30 лет да да то есть это довольно поздний возраст для блогеров там сейчас тик токе там уже в 14 лет ты супер звезда и я когда создавала в 34 я уже по моему думал что я стара но нет ты 30 лет создаешь канал и сейчас там 600 тысяч подписчиков это огромная сумма для визажиста там мейкапера быть и блогеры это очень круто как ты смогла это сделать как ты думаешь на каких роликах это все вирусилась и в чем секрет у хорошего просто когда создавала я вообще как решила создать канал я тогда жила за городом и мне в офис на было полтора часа в одну сторону ехать я либо смотрел youtube а потом уже все видимо кукушка отлетела совсем я ехала и представляла что это к себе привет там так это думаю ну а я тоже смогу создать канал потому что все равно вот это желание какой-то публичности каких-то съемок она все равно было просто когда я росла наверное не было такого ну что это типа норм как сейчас 14 лет я хочу быть там тиктокером блогером тогда ну тогда и профессии собственно такой не было да поэтому визажистом стилист это что то такое честно говоря и как-то мне захотелось я пробовала сначала с одеждой что-то то есть я пыталась вести нашего бренда там инстаграм и какие-то эфиры даже воли бузов рекламу покупали да но это работает кстати у нее покупка рекламу но это же было тогда лету 9 назад наверное ну да да ну не так чтобы прям вау но у нее и не такая дорогая наверно реклама была на тот но сложно оценить мы просто не по не знали как что делать такие ну типа покупают бренду и мы купим а как бы считать все что происходит после мы не очень на тот момент ну вот и канал я начала просто как хобби как какую-то отдушину но я дала себе полгода что вот я полгода вообще не смотрю ни на какие цифры просто я делаю и все а дальше уже там посмотрю на дала я начала в мая по моему и вот с октября я такая все типа я делаю постоянно постоянно но и просто как-то пошло на самом деле самый кайф ютюба это не то что там публичность какая-то или что-то то что ты начинаешь быстро становись блогером обрастать людьми с похожими с тобой интересами и поскольку мне не было в окружении людей с кем я могла про косметику там столько разговаривать там еще что-то для меня это было прям такого у типа у меня какие-то люди тут вот мы там что-то общаемся ну то есть это было очень классно и наверное поскольку это было очень классно я все время которое у меня было вкладывала только в это то есть хотелось больше и больше просто красилась и о чем-то общалась аудитория но в основном я снимала обзоры потом я стала где-то наверное тысяч 10 когда было подписчиков начала снимать видео такие более ознакомительного характера со мной и вот как-то пошло все поехало но у меня были какие-то такие звездные видео типа там кисти с алиэкспресс я помню стала популярным на тот момент видео то есть меня был там две тысячи просмотров на каждом видео это там 30 собрало это все я суперстар но путь оказался чуточку длиннее но сейчас например рост сильно замедлился по многим тоже фактором но у меня он как бы и не стоит в приоритете честно говоря но это потому что ты росла всегда органически то есть не прикладывала а на ютюбе сложно приложить какие-то удачи раньше был таргет там не знаю займи пиар вот это все это не дело но взаимный пиар не знаю то есть если посмотреть так вот это тренды такие вот это вот это надо снимать я как-то не уверена что это работает потому что люди приходят может быть и приходят на какую-то интересующую тему но остаются они на человека особенно ютюбе когда длинное видео и надо слушать они просто там минутку посмотрела и пока у секрета успеха нет я думаю ни один успешный человек но если там кто-то меня считает успешной да не может сказать что вот мой секрет пользуйся потому что было такое время были там какие-то темы да сейчас они вряд ли там зайдут то есть это вот просто надо делать то что нравится и пусть даже там рядом будет кто-то говорить что там фигня какая-то или что-то то есть начиная в этом работать уже что-то чувствуешь просто сейчас конечно блогеров намного больше и намного больше площадок и больше форматов но например там запрещенной социальной ныне сети мне не хотелось как-то развиваться я ее до сих пор не воспринимаю как что-то там такое хотя у тебя достаточно активно аудитория как-то вот кстати этот аккаунт я подубила гивами потому что было одно время участвовала гива да потому что все таки гивы гивы но это такая вообще трэш потому что потом все кто подписался они и отписались ну короче гивы были классные только для тех кто их проводил вот мы либо постоянно это должно происходить то есть я в какой-то момент до подсела на эту конец типа все это просто немножко не мой формат мне надо поговорить с человеком то есть я люблю вот это растекаться мыслью под но это может все заметили что не зато хорис но потому что формат длинного видео он для меня самый такой комфортный ты один из всех блогеров который принес в российском сегменте такой экологичность когда допустим берешь продукт и называешь это рекламным продуктом то есть в эпоху когда расцветала нативная реклама я помню эти года я работала в зданиях и на заказчике все время просили нативного подачи никто не заметил что это реклама твои же выпусках ты по-моему изначально помечала где реклама где партнер для рассылка это было настолько революционно я не понимала ну то есть как будто бы ты режешь ветку на которой сидишь то что а что рекламирует если ты везде говоришь что это реклама ребята вообще насколько это как бы сильно коммерчески тебя билу так скажем по карману и мне кажется это на сто процентов был правильный подход хотя бы потому что по закону так надо делать сейчас уже да ну и тогда тоже то есть если у тебя есть реклама где-то ты по закону обязан уведомить потребителя но это есть такой закон и просто когда я строила свой бизнес что-то да мы всегда очень прям подходили по букве закона что все должно быть четенько то есть если там декларации то все декларации на каждый там состав ткани та-та-та-та-та и когда у меня появился канал на ютюбе то я просто ну не понимала даже как ну как по душе может быть по-другому потому что нативная реклама для меня это было что ну то есть ты продолжаешь рассказывать формате видео про какой-то продукт который ты до этого потестировал но ты делаешь отметку что мне как бы за тестирование но заплатили вот но как это можно не отметить я до сих пор не понимаю потому что сейчас да там надо загружать рекламу этом отмечать ну так ее отмечать то всегда надо было по сути потому что по закону у тебя больше 5000 подписчиков а ты считаешься как сми и по идее но как бы многих блогеров по вот этим контрактам если у них есть контракт на рекламные услуги а нету отметки то можно как бы притянуть часто сложно видео понять что реклама что личная рекомендация потому что ну когда ты рассказываешь просто про то что тебе нравится кому-то это может казаться что это реклама то есть но для меня такой вопрос не стоял у меня ни одного в запрещенной соцсети у меня бывает что я просто забывают оставить просто потому что я часто выкладываю прямо здесь и сейчас раньше забывала сейчас отмечаюсь ну как бы то есть я помню два-три раза что я забывала отметить а на ютюбе поскольку там текст большой у меня в инфобоксе я формирую я всегда проверяю что у меня все было очень честно к своей аудитории думаю что это как раз таки тебя с аудиторией очень сильно скрепляет том плане что ты с ними откровенно ну конечно это мне кажется это нормально это правильно та аудитория которая приходит к блогеру это та аудитория которую он хочет ну как правило и то есть моя аудитория она большинстве своем радовалась когда у меня начали появляется какие-то рекламные посты и рекламные видео потому что не такие ну типа классно потому что у меня 1 рекламу велоскому было 100 тысяч подписчиков этого только рекламу на пиар принимал это была самая-самая первая реклама на пиар это что ну пиар когда просто бренд тебе для ознакомления присылает а просто что то почему ты не принимал до 100 тысяч именно рекламу за деньги не было хороших предложений которые хотел бы рассмотреть то есть мне не хотелось какое-то что-то ну, очень маленькое или очень локальное как-то. Ну, и плюс на тот момент были больше в приоритете блогеры из, там, Инстаграма, Ютуба. Ну, что-то, наверное, было, но как-то что-то мне не заходило то, что... Ну, раз мы заговорили о деньгах, у тебя был крупный проект СМАК, это помада, тушь ламель. Расскажи, сколько они принесли, если не секреты, и как это вообще гонорары оплачиваются? Там это процент или это фиксированный какой-то гонорар? Я думаю, что здесь у всех компаний по-разному. К сожалению, полную сумму я не могу согласно контракта разглашать. Ну, нормально так. Принесли, скажем прямо. Ну, а что? Я такая, да, что я буду скрывать. Ну, в том плане, что, естественно, это для меня все... Не были проекты, где я такая с работой. Для меня это, безусловно, были имиджевые проекты, и я в первую очередь их воспринимала так, это потому, что все достаточно сложно, потому что ты же ставишь имя свое на какой-то продукт. Вот. Ну, в MAC я разрабатывала цвет, но не формулу, то есть не готовые продукты. Но это такая ответственность, что она же по всему миру продавалась. То есть, ну, это вообще... Но в России помада MAC и твоя тушь ламель были солд-аут, потому что сколько раз я была в бутиках MAC, и там не было твоей помады. И я помню, всегда твои подписчики писали, что не могут найти ни в одном магазине. Это такой очень мощный вечный бренд, когда именно за твоей помадой идут подписчики и покупают. Да, я даже была в день старта продаж в офлане в Атриуме, и я смотрела, что очередь от бутика MAC была до входа. И я просто была в шоке. Но это был еще жесть в том, что на следующий день нас всех на карантин посадили. Но это было вот прям вот... Слушай, а каково вот мне интересно, как ты чувствуешь разницу? То есть, вот ты звезда, у тебя помада MAC, которая продается по всему миру, у тебя очереди, которые стоят за твоей помадой, там, с улицы до бутика. И тут все заканчивается, ты уезжаешь в Турцию, гуляешь с собачками, там, ну, приезжаешь, делаешь курс, но совсем абсолютно разный уровень профессиональный для тебя. Как ты вообще-то переживаешь, переживаешь ли по этому поводу? Ну, у меня никогда не было того, что, типа, я звезда. Ну, только в шутку я могу там что-нибудь сказануть. Я себя не чувствовала внутри по-разному, типа, когда у меня там сто тысяч подписчиков или тысяча подписчиков. Хотя, конечно, многим, наверное, покажется, что это не так. Ну, просто люди же все равно растут, меняются. Прошло сколько там, шесть лет с начала ведения канала. Честно говоря, я себя чувствую сейчас, как будто у меня появилось время пожить. Вот. Потому что для меня моя работа была таким прям мощным приоритетом, и я все время отдавала только работе. А сейчас как-то, ну, карантин вот мир начал чуть притормаживать весь. Как-то эта тенденция сейчас вот продолжилась. Хотя сейчас, на самом деле, такое время, когда много возможностей. Всегда в кризисные времена появляется очень много возможностей. Поэтому классно что-то начинать, что-то там делать. Тем более, ну, на российском рынке сейчас конкурентов искусственно, ну, как бы они убрали, да, фактически. Поэтому что-то производить, что-то делать с точки зрения бизнеса очень круто. Я как-то, как будто после какой-то гонки такая остановилась, такая, а можно я поживу чуть-чуть? Вот. И это очень странное ощущение. И особенно вот быть в состоянии, когда ты постоянно куда-то бежишь с языком на плече, оно было более комфортным. Но там просто горизонт планирования был намного дальше. То есть не возникал вопрос о типа, что завтра? Сейчас уже я могу на несколько месяцев плюс-минус что-то планировать. Я уже за это благодарна. Но это очень некомфортное состояние. Очень некомфортное. Потому что сложно какой-то план делать, потому что сразу начинаешь рассматривать какие-то варианты того, что это все провалится. Кстати, вот ты сейчас живешь в Турции. На самом деле, это огромный рынок потребления. Не было какой-то идеи еще и там что-то. Ну, так что ж турецкий язык надо знать. Ну, как бы. Понятно, да. Только в этом, да? У меня есть новый аккаунт ТикТок, значит, на английском языке. У меня один ТикТок там уже на 4,5 миллиона просмотров зашел. И я начала еще на английском канал на Ютьюбе сейчас. У меня уже 40 подписчиков. Не тысяч. На Ютьюбе на английском. Да, не тысяч. Просто 40 пока. Но на самом деле, мне интереснее посмотреть просто на органический рост канала с нуля. Поэтому, ну, ТикТок я там выкладывала. Ну, ТикТок в России вообще. Ну, да. Потому что, честно сказать, ТикТок сделал еще хуже, чем запрещенная социальная сеть. Потому что, когда смотришь ТикТок вот в России, такое ощущение, как будто тебя посадили в банку пыльную с пауками и закрыли тебя в этой банке. Это ужасно, да? Да, потому что тренды же все, они в ТикТоке очень быстро обновляются. Такие анусы старого, который заряжался. Да. Я прям такая, боже. Ну, ТикТок на самом деле, я его, с одной стороны, очень люблю. С другой стороны, я его ненавижу. Потому что ты туда заходишь и все. И ты провалился туда просто на 4 часа. Абсолютно. Если вспомнишь, самые, я не говорю про суммы, самые дорогие контракты с кем это были? Какие у тебя были вот самые большие суммы, которые приносили? Ну, по суммам я не помню. Но, конечно, это самые большие контракты с теми, кто выкупает, например, там, на год. Ну, понятно. Ну, таки контракты... Ну, не все, нет. Ну, можно посмотреть, да, по моей идеальности. Это, там, золотое яблоко, там, ламель, мак, бьюти-бомб. Ну, то есть, просто потому что они большие такие, масштабные, и все. Кстати, такой немножко токсичный, мне кажется, рынок, бьюти-рынок именно среди блогеров. Все там друг друга как-то... Вот Гуар очень сильно критиковала твою тушь, ламель. Я Гуар, Аветсина, если ты помнишь... Ну, да. Как ты думаешь, почему она так публично, так скажем, катекала продукт, которую ты создала? Ну, я думаю, это, наверное, надо у нее спросить, потому что тогда произошел такой момент, что две туши от инфлюенсеров появились одновременно, вот. И как-то это... Ну, вообще, вся ситуация была немножко странная, потому что там как-то и фотки были похожи, что мы там с хвостами такие все, типа, секси-чики. Понятно, тут никто ни у кого не украл, потому что за, там, полгода, да, делаются эти все промо-фотографии. Ну, не знаю. Возможно, потому что моя тушь появилась более... первее. Ну, кто-то, может, начал хейтить ее, там, я не знаю. Ну, честно, в голову другого человека не залезешь. Ну, то есть она же тоже не прямой хейт, а там, типа, что вот там... Ну, да. Типа, эффект мне там нравится меньше. Ну, а я знаю, что ты проходила курсы Гуара Висян. Да. И, кстати, очень многие почему-то сейчас хейтят ее бьюти-курсы. Ты как сама считаешь, там, действительно, как бы, достойные курсы и продукты можно научиться... Ну, хейтят ее онлайн-курсы. Оффлайн-курсы... Ну, я у нее была на оффлайн-курсе. Господи, кажется, это был, наверное, 17-й, где-то вот так вот год. Мне все понравилось. У меня не было никаких... Ты можешь назвать ее учителем своим, так скажем, если... Ну, я начала... Мое первое базовое образование было вообще там лет в 17-16. Потом я обучалась до этого вайконфейс на базовом курсе. Тоже известная школа макияжа. Я много где обучалась, много какие мастер-классы проходила. У Гуар я проходила, ну, а-ля, типа, как повышение квалификации. Ну, это вообще принято в бьюти-мире среди визажистов постоянно обучаться. То есть там раза 4-5 в год где-то там поучиться. По поводу ее онлайн-курса... Ну, как бы, я его, кстати, тоже купила. Ну, потому что среди как-то коллег-блогеров мы там то мерч друг у друга покупаем, то там курсы, то там еще что-то. Ну, такое вот... Ну, Даша Каплан, например, просто покупала там курсы. Хотя я, как бы, ей, ну, просто открыть хотела доступ. Ну, как бы, я ее мерч покупаю. У меня тоже есть онлайн-курсы, но у меня, наверное, просто... Мы снимаем, прям стараемся, типа, топов за топ. Ну, потому что у меня, как бы, нету ничего, на что я ориентируюсь. Это и сложно, потому что приходится изобретать велосипед. Ну, в плане того, что я не смотрела В каком смысле не на что ориентироваться? То есть делаешь какой-то совершенно... Не на что ориентироваться в плане качества, в плане подачи, в плане, там, постановки, А коллеги вот рассказывала, Гуар, там, еще какие-то. Ну, у них у всех... Они чуть позже начали, чем я. То есть у меня уже был на тот момент, по-моему, курс. Просто многие блогеры, не блогеры, а визажисты, например, могут там снять видео и продавать его, там, типа, эфиры какие-то записать и, там, вертикальные видео продавать как курс, там, за, там, 10-12 тысяч рублей. У нас за, там, сколько, на 14 990 курс по визажу, и у нас более 80, что ли, уроков, я сейчас уже не помню. То есть, ну, как бы... Мощно, да. И все они суперопрофессионально сняты, там, с макро-под съемами. Мои стандарты качества, скажем так, я устанавливаю сама из-за того, что, ну, я бы вот хотела видеть так. Типа не вертикальное видео, там, в Телеграме, а, ну, как бы, что-то полноценное. И, естественно, очень много сейчас у кого онлайн-курсов, они есть как хорошие, так и плохие, но в конечном счете, ну, потребитель это оценивает. Я другие курсы у других, там, визажистов, блогеров тоже иногда покупаю, смотрю, мне интересно. Я еще вспоминаю, что Адель Мефтахова была, она тоже уехала в Швецию, телеграммный бьюти-блогер самый крупный. И она, кстати, создавала косметику, брендонтачмайфэйс, это достаточно популярная косметика в России. У тебя аудитория, ну, гораздо шире, и, судя по всем коллабам, которые запускала, они готовы были покупать все, что ты производишь. Почему не было идеи создать свой бьюти-бренд? Это, наверное, сейчас как-то не очень хорошо прозвучит, но я бы, если бы и создавала бренд, то я хотела бы создавать что-то такое, что будет продаваться в магазинах уровня Сифоры по всему миру. То есть что-то немножко местечковое создавать. Ну, местечковое такое слово, то есть что-то такое локальненькое, потому что для того, чтобы создавать прям бренд, нужны огромные деньги. То есть это даже не один миллион долларов, а это десятки. Ты говоришь о глобальном бренде для мирового рынка. Для российского рынка у тебя не было желания. Как говорится, dream big. Надо мечтать о чем-то большом, потому что если делать что-то временно, то временное очень часто имеет свойство становиться постоянным. У меня периодически были какие-то метания, и даже в начале канала, когда мы производили одежду, мы хотели под брендом Тотобена запустить косметику, и много там по фабрикам ездили, по разным выставкам, но потом я как-то чувствовала, что нет. Но сейчас у меня даже нет сил на это в том плане, что я понимаю, что, ну и так можно на самом деле на примере практически всех посмотреть, кто был блогером и запустил свою косметику, это полноценный бизнес, который требует тебя там 24 на 7. Блог у всех постепенно как бы уходит даже не на второй, а там на десятый план. И мне этого не хочется. Вот коллаборации с брендами для меня это максимально комфортный формат, потому что ты отвечаешь за продукт, за дизайн, за все, но при этом ты не контролируешь постоянно сотрудников, ты не вкладываешь... Да, да, ты не вкладываешь там свои деньги в это. Для меня это супер. Ну, то есть можно максимально вот заниматься тем, что я хочу, то есть просто каким-то креативом. А начинать какой-то бренд вот как-то так мне бы не хотелось. И тем более мне не хотелось бы начинать его сейчас, потому что мне не нравится рынок без конкурентов. Потому что я считаю, что должна быть мощная конкуренция, и это делает каждый бренд лучше. А без конкуренции качество падает. Ну, не то, что я опять такая, знаешь, типа звезда, типа вот... Нет, у меня нет сейчас ни финансов, ни моральных сил, ни желания. Я говорю, я такая думаю, остановлюсь, чуть поживу, и что-то как-то понравилось. Я такая, поживу, поживу еще чуть-чуть. В твоей карьере был пунктик, что ты выиграла какой-то конкурс NYX и должна была поехать в Штаты от NYX, но тебе не сделали визу. Ну да. Ты про это говорила. Во-первых, что это была за ситуация, почему они не смогут тебе обеспечить то, то, что обещали. И если бы это как бы, если отмотать, если бы у тебя получилось уехать в Штаты, как ты думаешь, что бы там осталось? Потому что, судя по тому, что я слышу, ты ориентируешься на западный мировой рынок, а он все-таки, центр находится там, мне кажется. Ну, по туристической визе в Штаты, мне кажется, не очень история уезжать и куда-либо. Да, мне тогда отказали в визе, и они должны были заменить эту поездку на поездку сначала в Берлин, потом в Париж, но потом у меня уже по датам не совпало. И так я никуда и не уехала. Там вообще было как-то все очень странно, и подход был к этому конкурсу, ну, как мне кажется, со стороны российского офиса, ну, не очень профессиональный. То есть как-то было, ну, много там всякого было, и, ну, здесь дадут тебе визу или нет, зависит, как правило, от соискателя, да. На тот момент я в Сербии подавалась, ну, и как-то я не была готова, может быть, к этому интервью, ну, не знаю, причин там может быть много. Там, по-моему, вообще мало кому дали визу из тех, кто должен был поехать, и в итоге, мне кажется, какая-то была поездка в Париж вместо этого. А в Америку я не планирую, у меня никогда не было желания туда переехать. Я хочу туда поехать попутешествовать, но у меня в целом есть такая для себя задача посетить все страны мира. Хотелось бы в один день. Я очень люблю путешествовать, мне нравится, в целом, я вот была в Мексике в прошлом году, и мне хочется вот поехать туда. Я планировала это весной, но там в Перу тоже что-то, какие-то протесты, в общем, туда сейчас нету туров, и я уже думаю, ладно, в следующем году. Ну, плюс часовой пояс, потому что, ну, работа как бы не только у меня, у моего мужа он сопряжен с европейским часовым поясом. Поэтому пока мы вот в какие-то, ну, то есть в какие-то континенты, типа там Америки, Южные, или там Азию мы не рассматриваем. Плюс, ну, все равно в Россию мы часто летаем, у нас здесь родственники, там родители, да, поэтому, ну, и у нас две большие собаки уже взрослые, нам далеко куда-то лететь, то есть мы сейчас даже если рассматриваем поехать куда-то из Турции, ну, у нас сейчас проблемы с выдачей, там, разрешения на проживание, то мы стараемся рассмотреть что-то, что по земле можно сделать, чтобы не лететь еще раз со взрослыми собаками. Ты открыто достаточно высказываешь свою позицию по разным вопросам, а ты не боишься, каждый раз прилетая в Москву, что что-то может здесь быть, там, не знаю, привлечь какую-то ответственность, дать какое-то там, ну, звание нехорошее? Ну, так я же выражаюсь в рамках закона. Я всегда с самого начала своей деятельности всегда следую буквы закона. У нас же нету закона, что можно там, что нельзя вы негативно выражаться. Нет, у тебя нет какого-то ощущения, что боишься что-то потерять? Или тебе по факту, как бы, что сейчас можно забрать? А что можно потерять? У меня нету имущества здесь. Мы все продали еще в 21-м году полностью все имущество. Почему? Интересно. Ну, предвидели, что такое будет. Вот, то есть у нас эти деньги, ну, они в инвестициях, они работают и приносят, как бы, определенный доход. Мы по имуществу вообще ближайшие, там, лет пять не хотим ни к чему привязываться. То есть нам комфортно жить вот так. То есть, ну, мы зарабатываем, мы работаем, безусловно. Но как раньше было, что нужно купить квартиру и машину, чтобы чувствовать себя безопасно? У тебя же у вас нет такого, что нужно... У нас такого никогда не было. Мне кажется, мы немножко из другого уже поколения, когда нет вот этой тряски над квартирой и машиной, потому что можешь купить квартиру за миллион долларов, а потом настанет 14-й год, и она тебе за два дня будет стоить 500 тысяч долларов. Хотя в рублях ничего не изменилось, а ты стал на полмиллиона долларов беднее. Поэтому если инвестировать в недвижимость, то, наверное, либо на сильном падении рынка, ну, в целом это вот сейчас наметилась такая тенденция в России, либо когда ты нашел такое место, где ты сказал, что да, я хочу здесь прям сильно жить. Можно достаточно комфортно, скажем, взять те же деньги, которые ты хочешь потратить на квартиру, они у тебя работают, приносят тебе проценты, и ты на эти проценты и живешь, и что-то арендуешь. А деньги у тебя как бы, ну, остались. Поэтому для нас сейчас, как для таких вот бомжей, как мне говорят, ты бомжиха теперь. Нет, у меня есть определенное место жительства на несколько месяцев. Вот. Это максимально комфортный формат. Вот, конечно, некомфортный формат взять все продать и это прогулять. Вот. Или там потратить. У тебя родители здесь живут, получается, да? Как они вообще относятся к тому, что ты не боишься высказываться и не уговаривают ли тебя более осторожничать, как-то больше следить за тем, что ты говоришь? Ну, я думаю, они понимают, за 36 лет уже разобрались, какой человек, что это, ну, бесполезно, что если я хочу сказать, я скажу. Но, опять же, я стараюсь следовать букве закона в своих каких-то высказываниях. Ну, это понятно. Просто сейчас такое время, когда можно, ну, то есть, опять-таки, не по букве закона, там, не знаю, тебе откажутся бренды, тебе не дадут рекламу. Но, с другой стороны, как ты говоришь, уже что-то теряется. Ну, я, да, к сожалению, я понимала, что так оно, скорее всего, и будет. И, ну, мне, например, в будущем не захочется работать с настолько беззубыми брендами, скажем так, у которых, ну, нету своей позиции. Конечно, тут можно рассуждать о том, что бренд – это не человек, он никому ничего не должен. Но вот этот конформизм излишний, который присутствует сейчас, ну, не только у нас, это общий мировой тренд, когда бренды, там, смотрят, что, ой, какого-нибудь блогера, там, берут и отменяют просто какая-нибудь, там, конгломерат какой-нибудь школьников собрался и давай, там, строчить какие-то комменты. Мне кажется, что, ну, в какое-то время будет откат в другую сторону. Я, к сожалению, наверное, для бизнес-составляющей не продумываю свои слова или решения с точки зрения бизнеса. Я их продумываю с точки зрения человека, из того, что мне хочется сказать людям. Ты, кстати, одна в семье, у тебя есть брат и сестра. Да, я одна в семье. К счастью. К счастью. Ты не любишь детей, ты одна в семье, тебе все нравится. Да, мне все повезло, да. Давай перейдем к традиционным вопросам. У меня обычно традиционные вопросы были любимые бренды, но раз ты у меня попался, я не могу не спросить то, что мне интересно. Если одна помада, то какая? Max Natalina MUA Limited Edition. А если одна тушь, то какая? Ну, мне кажется, очевидно, Lamelle с Natalina. Как будто реклама интеграция, правда. А если одно тональное средство, то какое? Estee Lauder W. А если полегче? Не надо. Те тоньше, растяните Estee Lauder потоньше. Если одна пудра, то какая? L'Ore Mercier Translucent Powder. А если одни румяна, то какие? Hermes в 32-м оттенке. Два типа теней. Если тени, то какие жидкие и в твердой упаковке? В последнее время очень люблю пигменты. Там это Нука, бренд сияющий, такие они всякие переливающиеся, красивые. Из прессованных теней, наверное, это Наташа Динона, Анастасия Беверли-Хиллз. Из кремовых теней, наверное, цветные какие-нибудь подложки. Ну, мне нравится P.LUIS. Бренд такой есть. В Великобритании живет. Последний вопрос. Обычно мы обмениваемся, кто в чем одет с моим героем. Я сегодня в платье Рома Уварова. Он у меня был в гостях, он просто суперперсонаж. Сережки у меня винтаж-вояж, а босоножки иконика. В чем-то я вижу шикарные туфли Манола-бланник. Да, Манола я купила, думаю, господи, наконец-то повод куда-то надеть. У меня такие же желтые. Я обожаю Манола, хоть они вроде бы совсем классика. Джинсы у меня Zara, ремень у меня Chanel. Майка у меня Vakiki за 200 рублей. Турецкий, кстати. Да, турецкий бренд. И вот это, по-моему, бренд Nakturne, тоже турецкий бренд. Вообще, турецкая одежда прикольная. Тебе нравится турецкая одежда? Но они сейчас очень круто развиваются. Да, но у них много такого, знаешь, не базового, а чего-нибудь интересного. Бывает, что 98% трэша в магазине, но вот эти 2%, которые остались вообще... У них, кстати, из базового хороший кот, он я раньше... Да, да. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что позвали. И надеюсь, что тебе было комфортно. Мне было очень интересно и классно. Я рада, что увидела на все вопросы. Мне было вообще супер. Спасибо огромное, что позвали. Спасибо. Сегодня в гостях у меня была Наталина Муа. Мы достаточно откровенно разговаривали на тему, на которую уже не принято, на самом деле, громко говорить. Надеюсь, вам понравился выпуск. Пожалуйста, оставьте свои комментарии. И увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok